В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите Сквер Жанны и Лябур продолжают вырубать. Активисты ждут помощи от полиции Доводить работу до конца не в правилах Одесской мэрии. Новая тротуарная плитка в центре города соседствует с разбитым асфальтом Одесситы вспоминают двухлетнюю годовщину оккупации и аннексии украинского Крыма А теперь об этих и других событиях подробнее. Многострадальный сквер Жанны и Лябур на военном спуске под Тещины мостом продолжают превращаться в пустырь, несмотря на обещания городской власти его не трогать. Утром 24 февраля одесские экоактивисты, прогуливаясь по Тещиному мосту, увидели, как в сквере выкорчевывают деревья. Активистам пришлось реагировать Шум от инструментов и техники привлек внимание активиста общественного движения «Зеленый лист» Алексея Черного. Он прибыл на место едва ли не первым и начал фиксировать на фотоаппарат ущерб, нанесенный зеленым насаждением. Одессит вызвал полицию и настоял на том, чтобы и правоохранители, и чиновники от экологии прибыли на место и зафиксировали правонарушение. «Разрешительные документы в принципе есть, но заявители не устроило то, что количество деревьев больше, чем указано в разрешительных документах. Соответственно, на место были вызваны сотрудники экологической инспекции города Одесса для проверки данного факта. Вот сейчас ожидаем, пока подвезут остальные документы, чтобы удостовериться о том, есть ли разрешение на все деревья, и это те ли деревья, которые изображены на схеме, есть разрешение зеленотреста». Алексей Черный уверен, что представители подрядчика не имели права спиливать деревья. На подмогу рабочим прибыл представитель заказчика – городского управления капитального строительства. По их словам, все документы были в порядке. Все деревья, отправившиеся на спил, были согласованы и учтены в проектах укрепления и сохранения моста. Все документы прошли соответствующей экспертизой. «Было это все внесено в план схемы сноса деревьев, те, которые влияют на сохранность фундаментов, на сохранность подпорной стенки. Дерево, которое выросло, никто его не садил, но само рост, которое за счет корневой системы влияло на фундаменты, влияло на подпорную стенку, влияло на сами грунты и так далее. И они были внесены, есть разрешение официальное на снос этих деревьев». Сам заявитель после дачи показаний и объяснений отметил, он давно следит за судьбой этого сквера. Вроде бы городские власти после давления общественности отказались от планов возводить на месте сквера автосалон и решили ограничиться реконструкцией опор тещиного моста. Однако, если сравнить проекты, акты проведения работ по спилу деревьев и картинку в натуре, похоже, что плановое облысение сквера под благородным предлогом реконструкции продолжается. Деревьев было спилено больше и не тех, которые были указаны в документах. «В акте указано, что можно спилить 7 деревьев, которые растут прямо в опорах, в стенке. И там действительно есть эти деревья, это 15 и 18 сантиметров. То всем, кто просит показать документы, они показывают вот эти огромные пеньки, которые по 50, по 60 сантиметров горят. У нас было разрешение спилить 7 деревьев, вот мы спилили 7 деревьев. Хотя это совсем другие деревья, которые вовсе не мешали опорам тещиного моста, растут на определенном расстоянии. То есть идет просто зачистка территории для того, чтобы здесь со временем можно было что-то построить». Такую зачистку сквера экоактивисты безнаказанной оставлять не намерены. Ответить за уничтоженные деревья должны все. И кто пилил, и кто давал разрешение, и кто проморгал нарушения. И главное, те или тот, кто клятвенно заверял, сквер будет сквером и никаких автосалонов. Как теперь таким обещаниям доверять? Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Любовь к своему городу и забота о его жителях у местной власти проявляются как-то странно. Отдельными частями. Одни улицы или кварталы чиновники любят, другие не замечают. В результате Одесса стала в буквальном смысле городом контрастов. Улица Бунина – одна из тех, что называют «лицом города». Почты сплошь стоят памятники архитектуры. Когда-то здесь ходил и сам Иван Алексеевич, великий литератор, нобелевский лауреат и множество других знаменитостей. В те времена местная дума за тротуарами следила. Нынешние отцы городские занялись преображением Одессы по особому, только им понятному творческому плану. Квартал улицы Бунина между Екатериненской и Александровским проспектом выложили плиткой, за чей счет – неведомо. Обычно мэрия убедительно просит ремонтировать тротуары и предпринимателей. И они не могут отказать чиновникам в просьбе. Возможно, и здесь было так. Да вот беда. На этом квартале стоит государственное бюджетное учреждение – институт телевидения. Денег на плитку там, конечно, нет. Так и остался участок улицы в ямах и колдобинах посреди всеобщего парада. И не впали? Нет. Мы уже привыкли. А как вообще должно быть? Гарно, рівненько мае все бути. Нет, можно так вот плиткой поставить. Нужно заботиться о наших горожанах, потому что фактически они работают на основании того, что мы даем им наши налоги и так далее. То есть, в принципе, работа должна быть плановая. И, конечно, обращать внимание на пожелания наших жителей. Но это центр города, это лицо Одессы. Я им желаю, чтобы они лучше работали и исполняли свои прямые обязанности. Так, пускай залаживают, работают, чтобы ровно было, чтобы можно хорошо ходить. Если городские власти надеются, что бедные ученые из института телевидения скинутся на тротуарную плитку, то напрасно. Пустить шапку по кругу могли бы городские депутаты. Почти все они люди состоятельные. А 100 квадратных метров тротуара или чуть больше – не так уж много. Только у наших депутатов и чиновников другие заботы. Нужно вовремя менять машины и строить особняки. Какая-то там улица Бунина, пусть даже в самом центре города, подождет до лучших времен. Или до очередной избирательной кампании. Тогда ее, может быть, приведут в порядок. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ. Жители дома по адресу Алексеевская площадь 1 бьют тревогу. Еще немного – их двор окончательно превратится в сливную яму. Все дело в том, что канализационные трубы, проходящие по внутридворовой территории, уже давно требуют замены. Однако коммунальщики предпочитают не видеть этой проблемы. В результате из канализационных люков завидным постоянством бьют фонтаны источных вод. А сам двор практически ушел под землю. Одесская мэрия ежегодно проводит конкурс под названием «Лучший одесский дворик». Комиссии оценивают внешнее состояние дворов, их благоустройство и колорит. Впрочем, кажется, уже давно пришла пора проводить подобные конкурсы только со знаком «минус». Конкурс на самый заброшенный двор Одессы. И, кажется, потенциальных участников в таком антиконкурсе наберется намного больше. Если бы городские комиссии почаще заглядывали во внутридворовые пространства на предмет решения тамошних проблем, кажется, пользы было бы намного больше. Взять, например, двор по адресу Алексеевская площадь 1. Если бы сюда заглянули мэрские чиновники, они бы увидели, во что стараниями коммунальщиков превратилась когда-то вполне благоустроенная территория. Из-за того, что здесь постоянно рвет канализационные трубы, двор почти полностью ушел под землю. Нарушили поверхность двора. И вот результат. То есть никак не заделают. А почему же не заделают? Платите деньги? Да. Ну, это же, наверное, не нам надо задавать вопрос. Не жильцам, а, скорее всего, ЖЭКу. Или, ну, исполнительной службой. Ну, как вы понимаете, ЖЭКу вообще бесполезно задавать любые вопросы, поскольку, как известно, ЖЭКи у нас ни за что не отвечают. А если отвечают, то только одно – денег нет. Никто не меняет, как называется, трубу нужно менять. А там ты что, дети играют там. Поднимают, вон, ужас. Зимой вонь не так ощутима. Однако с наступлением плюсовой температуры появляется соответствующий запах. Ну, она сломана, короче говоря. И вот ее пробивают. Она работает несколько месяцев. А потом опять забивается. Потому что она вот так вот прогнулась. И когда она забивается, что тут происходит? А вот здесь лужа. Дети играют в этой луже. Кое-где плиточные остатки стоят почти перпендикулярно земле, из-за чего высока вероятность элементарно запнуться и упасть, особенно пожилым людям. Отдельный разговор, протекающая после якобы капитального ремонта крыши и скользкая лестница. К слову, подарок некоего депутата перед выборами. Вот капитальный ремонт делали. Все капает. А кто делал капитальный ремонт? Какой-то депутат пришел. Перед выборами, да? Да, да, да. Да, широкая лестница была, сделали узкий. Деревянный был, но зато широкий был. А сейчас невозможно, это зимой спускаться. Раз, вот оттуда я упал. А, это высловно? О, скользкий был. Дворник здесь тоже гость редкий. В результате чего в тех местах, где двор не провалился под землю, он усеян кучками мусора. Нет, конечно, можно сказать, что чисто там, где не мусорят. Но, кажется, хотя бы иногда нужно исполнять свой придворный долг перед жильцами. Хотя бы потому, что люди элементарно платят за эту услугу, которая так и называется – уборка придомовой территории. Впрочем, как мы уже говорили в начале, коммунальщики здесь – гости редкие. А может, жителям двора таки подать заявку на участие в конкурсе «Лучший дворик Одессы»? Может, тогда хоть кто-нибудь из чиновников обратит внимание на проблемы этого двора? Компания по борьбе с коррупцией в Одесской области будет проводиться с участием общественности. Образована региональная антикоррупционная комиссия по мониторингу капитальных расходов бюджетных средств. Представление нового совещательного органа прошло в областной государственной администрации. В антикоррупционную комиссию вошли три заместителя губернатора, директора департамента финансов областной администрации, представителей нескольких общественных организаций. Нам очень важно, чтобы после того, как эти деньги были распределены на сейсе, распределены областным советом, чтобы после этого эти деньги никуда не пропали. Чтобы они потратились правильно, честно, в соответствии с процедурами, в том числе в соответствии с электронными процедурами закупок, если это необходимо. Чтобы они имели все необходимое обоснование, все необходимое объяснение. Документы, которые с одной стороны обосновывают сами траты, что это действительно столько стоит, каким образом потом будет выбираться подрядчик, что он выбирается в соответствии с нормальными процедурами. И каким образом были выполнены работы, были ли они выполнены. Полномочия комиссии ограничиваются проверкой, на которую отводится пять дней. Ее результаты могут служить лишь основанием для последующих действий руководства областного совета и администрации. Сама комиссия никаких мер не принимает. Работа антикоррупционной комиссии в первую очередь направлена на проверку самой дорогостоящей сферы деятельности – строительства. В ней коррупционная составляющая, так называемые откаты, а вместе с ними и обычное воровство измеряются миллионами. Об эффективности нового контролирующего органа можно будет судить через несколько месяцев. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». 24 февраля Юрий Кузнецов дает свой концерт в Одесском оперном театре. Это первое его большое выступление перед публикой за последнее время. Дело в том, что в декабре известный музыкант и пианист перенес тяжелую операцию. Израильские врачи поставили музыканту страшный диагноз – онкология. Юрий Кузнецов уже прошел два курса химиотерапии, впереди третий, на который он отправится сразу после своего выступления. Где берет силы этот мужественный человек и, главное, как одесситы могут помочь своему талантливому соотечественнику? Наша съемочная группа побывала на репетиции музыканта. Новость о том, что наш знаменитый земляк тяжело болен. Мигом облетела Одессу еще в декабре прошлого года. Все знали, Юрий Кузнецов перенес тяжелейшую операцию. Но что дела настолько серьезны, стало понятно только после того, как музыкант уехал на лечение в Израиль. Там пианисту диагностировали онкологию. Но надо знать нашего Юрочку. Он не только мужественно принес известие, но и поставил себе цель – обязательно победить недуг. Концерт в оперном. Долгожданная встреча музыканта с одесситами. Я не знаю действительно, что я буду играть, потому что я каждый раз, пытаясь размять руки, я каждый раз играю совершенно другое и то, чего я не играл раньше. И пальцы сейчас удивительно, казалось бы, не должны вообще особенно так играть, учитывая и перерывы, и, так сказать, те вещества, которые во мне сейчас работают. Но вот они каким-то образом сами живут, сами по себе. И я сажусь и просто наблюдаю, что они вытворяют. Это благословенный какой-то день. Он и трудный как будто, и ответственный. Но, с другой стороны, если ты начнешь чувствовать ответственность, у тебя отнимет руки, отнимет твою свободу, отнимет твое дыхание, твою искренность во многом. И поэтому, испытывая ответственность, нужно абсолютно об этом забыть. Как будто и нет никакой ответственности, потому что в такие мгновения нужно быть наедине с собой, со своей совестью, со своим Богом, со своими болями, со своими радостями, с теми людьми, кто ушел, кому ты благодарен в этой жизни. И те, кто есть, и кто придет в зал, которые меня держат на этой земле. Своими поступками, своими добрыми словами, молитвами, финансовой помощью. Я знаю, я знаю, я это и раньше знал. Позади два курса химиотерапии, впереди третий. Но как бы ни было тяжело этому потрясающему человеку, главное для него по-прежнему музыка, без которой он не мыслится в его существовании. Она – музыка, его воздух, его жизнь, его источник силы. Я знаю, что после концерта я лучше себя чувствую. Даже в самые тяжелые мгновения. Я знаю, что люди, которые приходят ко мне на концерты всю жизнь, после концерта говорили, а сейчас нам лучше. А сейчас мы какие-то другие. И я вообще считаю, если артист вышел на сцену, пришли люди, и если они такие, как пришли, такие и ушли, значит, ты зря прожил этот день. Значит, ты зря прожил свой концерт, свой спектакль. Я хочу, чтобы люди уходили другими. Они приходят, приносят вот в этот храм, приносят горести, большие, маленькие неприятности, обиды. И очень много негатива, к сожалению, сейчас. Но маленькая жизнь должна вот как-то очищать вот это озеро человеческое, человеческой души, наверное. Поэтому мы что-то вот делаем. И музыка – это не есть способ зарабатывания, что ли. Это не должно быть задачей. Задачей должно быть быть человеком, быть тет-а-тет с тем, кто пришел к тебе, кто тебе верит. И оправдывать это доверие каждым шагом в своей жизни. О том, как тяжело ему на самом деле, пожалуй, узнают только его близкие. Наталья Эртнова – его верная жена, соратница, друг, помощник, любимая женщина. Очень важна сила духа, которая есть у Юры, на которую мы надеемся. Сила его организма. Вы видите, он задумал концерты, он боец. Дома мы делаем вид, что ничего не происходит. Мы боремся, мы полны планов, очень много творческих планов. Мы как бы, вот у нас следующий концерт, 13 марта, глава ряда премии Грэмми, Стэнли Джордан. Так что, вот с Хобартом концерт задумываем. Так что, у нас много-много всего вот этих планов. И надеемся на Божью помощь, на моральную поддержку людей, одесситов и все. Но, слава богу, Юра вот пока неплохо переносит лечение. Я надеюсь, что сила его организма, наша с вами энергия, молитвы. И нам все это поможет в дальнейшем. Все, кто может помочь на экранах, вы видите расчетный счет, на который можно перечислить средства. Или звонить по телефону 067-782-4493. Спросить Наталью Эртнову. Своё выступление Юрий Кузнецов назвал «Ступени. Часть первая». Наверное, глупо спрашивать, почему именно так. Впереди долгая борьба, тяжелая, обессиливающая, изматывающая. Как крутые ступени на лестнице, по которой жизненно важно пройти, чтобы обязательно подняться над, победить. И мы все верим, что так и будет. Но кроме нашей веры, любимому музыканту еще нужна и наша помощь. На лечение необходимы большие деньги, которых в семье музыканта уже просто нет. Насколько успешно пройдет курс лечения, зависит и от нас с вами, от того, насколько мы окажемся неравнодушными. 27 февраля 2014 года парламент Крыма утвердил дату референдума под прицелами автоматов. Противостоять российским войскам из раненной Украины было нечем. Российский президент циничный захват чужой территории отметил по-своему. 27 февраля был учрежден День сил специальных операций. Тех самых вежливых людей, вооружение которых и сыграло основную роль в волеизъявлении. Для украинских вооруженных сил захват Крыма стал катастрофой. 80% предателей из крымской группировки. Но уверенность в том, что полуостров вернется, появилась после настоящего поступка курсантов-нахимовцев, которые не изменили присяги. Сегодня эти ребята делились своими воспоминаниями и мыслями с одесситами библиотеки имени Грушевского. Те трагические дни больше половины курсантов после своеобразной лекции от командира военно-морской академии вслед за старшими товарищами решили, что такое присяга в честь офицера флага родного государства. А в России и пенсии зарплаты больше. Молодые патриоты, для которых слова присягают украинскому народу, были не просто словами. Таким поведением бывших морских волков были просто шокированы, как и поведением россиян. Близько 80% особого склада выявились за проданцами и перешли на службу окупантов. На тот момент не хотелось верить в втрату одной из частей Украины. Не хотелось тогда верить. Все думали, что, возможно, какие шляхи будут найдены. И, возможно, сейчас проведена команда «Вогонь» и, наконец, эта проблема будет решена. На жаль, перебег подальших событий довел зворотник. Курсантам было необычайно важно, когда на материковой Украине их встречались с национальными флагами. Незнакомые люди, которые захотели воочию видеть молодых патриотов. Несмотря на позднее время. Вот, наконец, приехали те люди, которые месяц держались в Крыму. И, именно информационно, поддерживали людей, которые находились на, так сказать, в большой Украине, не в Крыму. Демонстрировали всему украинскому народу, что, на самом деле, есть еще люди в Крыму, которые не срадовали присязе, которые остаются верными людям на самом перед украинскому народу до конца. И приедут к ним и будут их защищать. Верность присяге – это очень важное человеческое качество, это очень важное государственное качество. Это вот из тех старых, может быть, заботых слов, но те, которые живут в нашей душе. Жизнь государству, а честь никому. Преподаватель Академии Василий Дещенко прочитал присутствовавшим небольшую лекцию и об исконно русской земле Крым, и о Черноморском флоте, личный состав которого во времена Российской империи на 85% состоял из украинцев. И о том, как по-братски делили наследство Советского Союза. Поддел должен быть сделан на пол. 50% должно отойти до государства Украины, 50% – до Российской Федерации. Вот. Но в результате дипломатических ходов, в результате подкилинных переговоров вышло, что наша государство Украина получила всего-навсего 13% от боевых кораблей Черноморского флота. Вот такой результат братнего в лапках поддела Черноморского флота. У курсантов, не изменивших присяги, все будет хорошо. Они выучатся уже в Одесской военно-морской академии, станут офицерами военно-морского флота и обязательно вернутся в стены родной академии, в Севастополе. Туда, где они своим поступком вдохновили всю Украину. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Это все новости на сегодня. Далее информация синоптиков о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Я желаю вам только хороших новостей. Берегите себя и своих близких. И прощаюсь до следующей встречи в эфире. Всего доброго. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 25 февраля в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2,4 тепла. Днем 6,8 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова